Лучшая история предпринимательского успеха. За необычную, интересную историю успеха предпринимателя Дмитрия Семеркова, который пришел в бизнес в 11 лет, представляете, постоянно развивался и сейчас ведет успешный бизнес в сфере недвижимости. За рассказ о его трудной, но интересной жизни, можно сказать, бизнес-героя нашего времени, дипломом победителя гран-при конкурса и призом награждается корреспондент телерадиокомпании «Евразия» Сатарова Антонина Владимировна, город Орск, Оренбургская область. Вместе с победителем на сцену выходит и герой программы предприниматель Дмитрий Владимирович Семерков. Попрошу вас выйти сюда, вот где софиты, чтобы фотографии за себя получали педагогистов наших, чтобы о вас написала вся страна. Спасибо. Да, конечно, микрофон в вашем распоряжении. Здравствуйте. Первое, что я должен сказать, это все меркнет с теми проблемами, с которыми столкнулся наш город, наш регион. Я здесь хотел сказать, что я выражаю самые искренние слова поддержки пострадавшим людям в этой сложной ситуации. Убежден, что все закончится хорошо. Относительно самого конкурса, хочу сказать, что вообще это очень трудно обращаться к журналистам, потому что это люди, которые завоевывают аудиторию, которые буквально на «ты» со сленгом. Я постараюсь очень кратко и по сути. Вообще, я как-то однажды увидел по телевизору, президент говорил о том, что Россия – страна возможностей. И потом, с небольшой паузой, я опять услышал эти слова, по-моему, даже у Дмитрия Александровича было в передаче. Я подумал, какая прекрасная национальная идея – «Россия – страна возможностей». И я посчитал, что подсветить свою историю, о которой вы сказали именно сейчас, это очень важно. Я пришел в местное телевидение, Саня Владимирович с радостью взялся за эту работу, мы создали фильм. И вот, уважаемые журналисты, вообще вы, в самом уважительном смысле слова, как вот в математике, есть сложный процент, так же и вы. То есть я увидел в телевизоре, пришел на телевидение, телевизионный продукт, и вот мы здесь. То есть это пишите, говорите, делайте, потому что вы вдохновляете иногда, вы даже сами не подозреваете. Вот вы, к большому сожалению, почему, к сожалению, потому что вы как воздух. Вот мы воздухом пользуемся, и не понимаем, что мы пользуемся воздухом. Вот так же журналистика. Мы читаем, смотрим, а что за этим стоят профессионалы и люди, мы фактически мало это ценим. И вот, знаете, в завершение хочу сказать, когда вот мне позвонили, сказали, что наш фильм выиграл, «Лучшая история представительского успеха», я говорю, слушайте, это точно вообще про нас. Я говорю, этого успеха там, не то, что роликсов нет, там ничего нет, такой атрибутики. И вот, знаете, здесь я должен сказать огромное спасибо жюри, тем людям, которые выбирали эту работу, потому что, видимо, смотрели на саму наполняемость, на сюжет, а не на какие-то пафосные вещи. Потому что я вот весь фильм пытался сказать, что у нас действительно Россия – страна возможностей, она дает место под солнцем, а уже как каждый человек будет его культивировать, это уже зависит от самого человека. Поэтому жюри огромное спасибо, что они отметили наш фильм. Это безумно приятно, особенно для маленького города, маленького канала, которым будет давать однозначно какой-то драйв, делать какие-то работы дальше. Спасибо вам огромное.